Можно ли подавить эмпатию или развить её? Подавить всё можно, наверное. Наша задача как родителей – это развить. Наша задача в родительских группах – развить у родителей эмпатию. Наша родительская задача – развить у детей эмпатию. Потому что совершенно не факт, что от природы нам заложено сопереживать. Мы – существа социальные, мы чувствуем второго. Те, кто не чувствует второго, совсем не понимают, что со вторым происходит, и не сопереживают. Это социопаты, которым не свойственна эмпатия. Но дети эгоистичные, тоже им тяжело эмпатию проявить к другому человеку. И наша задача – научить ребёнка, как научить. В первую очередь, ему давать эмпатию. То есть ты не можешь этому научить теоретически. Ты можешь только изо дней в день быть эмпатичной. Родитель может быть эмпатичный к ребёнку. И ребёнок впитает эту эмпатию, как говорится, с молоком матери, и разовьётся она в нём тоже. Подавить, ну, я не знаю, специально подавлять. Смотрите, подавить можно легко, но не нужно. Если вот теми предыдущими способами, которыми я перечитала, каждый день общаться с ребёнком, критиковать его, жалеть, ругать, наказывать, наказывать, серьёзно наказывать. Если всё общение – это он сделал, я его наказал, он сделал, я его наказал, то с эмпатией тут будет очень тяжело, и поэтому нужно не развить, очень не развить эмпатию. И тяжело без этого жить, потому что все наши семейные отношения, отношения на работе, отношения с собственными потом уже детьми, у ребёнка, который вырастет, не за горами, что он вырастет, строится на эмпатическом общении. И это очень нужное качество для жизни.